В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также представители городской администрации и работники здравоохранения. Присутствующие вспоминали подвиги наших отцов и дедов, которые защищали страну на фронте и делали все для победы в тылу. Мы единственное поколение, которое еще помнит и знает всех ветеранов, всех погибших на полях сражений. И наша главная задача — сохранить это в памяти наших детей и внуков. И чтобы погибшие воины, увековеченные в мраморе, увековеченные на фотографиях бессмертных полков и увековеченные в обелисках, всегда были в сердцах наших потомков. Праздник 9 мая — символ триумфа русского народа, национального единства, воинской доблести и трудовой славы. Она идет по полю боя, она как мать, детей спасти. В горящий танк за экипажем, в огонь и пламя ей идти. Она, не думая о жизни, рванулась их, детей спасти. Ведь там ребята, друг живые, перевязать и унести. И вот сквозь вихри огневые, одной ей в бой с огнем идти. Один, второй и вот последний, ее же некому спасти. Подвиг медработников на войне трудно не оценить. На фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым воинам, не допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающие поколения, создать службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, обеспечить население медицинской помощью. Однако смертность среди самих медработников была на втором месте после стрелковых частей. Больше всего убитых и раненых было среди санитаров и санинструкторов. Память павших в Великой Отечественной войне и пропавших без вести почтили минутой молчания. Ветеранам, которые рядом с нами и на чьем примере можно воспитывать детей, выразили благодарность памятными подарками. Участники митинга возложили цветы к памятнику погибших в военные годы работников медицины и запустили в небо белых голубей как символ мира.